В Управлении труда и социальной защиты населения кипит работа по назначению субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Носит она сезонный характер. Субсидии назначаются лишь на время отопительного сезона. Государство предусмотрело эту меру поддержки слабозащищенных слоев населения более 15 лет назад. Программа о жилищных субсидиях была введена в Украине в 1995 году. Это было сделано в тот момент, когда началось реформирование жилищно-коммунального хозяйства, оптимизация цен и тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. И вот тогда были введены жилищные субсидии как дополнительная помощь населению в условиях оптимизации цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сказать сложно, сколько семей за весь период 17 лет обратилось к нам за жилищными субсидиями, но у нас были годы, когда и 9, и 8 тысяч семей у нас получали субсидии, оформляли и получали субсидии. Не только на жилищно-коммунальные услуги, но и на твердое топливо и жиженый газ. Лимита для назначения субсидий не существует, говорит начальник управления Зера Наманова. И задолженности за коммунальные услуги предприятиям, их предоставляющим в настоящее время, не может служить препятствием для назначения субсидий. Лимитов никаких нет. Эта статья расходов в бюджете является защищенной. Нам не дают определенную сумму ассигнований, которую мы должны использовать для субсидий. Нет. Все, кто к нам пришел, им будет назначена субсидия, кто имеет право, хочу подтвердить. Потому что есть семьи, которые не имеют на это право, и назначить мы, естественно, не имеем права также. Поэтому все субсидии, которые назначаются, они все учитываются коммунальными организациями. Нет отказа даже в том случае, если субсидия с госбюджета не поступила в город, она не перечислена в коммунальную организацию. То отказы у нас никто не имеет права дать. Были такие случаи в первые годы моей работы, когда люди приходили и говорили, что пока они будут перечислены субсидии, мы вам не дадим справку для субсидий. Конечно, все это решалось о рабочем порядке, и никто не имеет права отказать в получении субсидий, если она назначена. В этом году в правилах оформления субсидий на жилищно-коммунальные услуги произошли некоторые изменения. Касаются они лиц, которые не являются собственниками жильян, на которые пытаются оформить субсидию. В этом году были введены у нас такие, будем говорить, новшества по поводу временных лицевых счетов. Но этим занимается управление жилищно-коммунального хозяйства. Естественно, сталкиваемся мы, потому что к нам обращаются люди, которые проживают в домах или в квартирах, но не являются основными квартиросъемщиками. В таких случаях они должны обязательно пойти в жилищно-исплантационное управление свое и открыть на себя лицевой счет. Только в том случае мы сможем назначить субсидию данному лицу. Это является обязательным условием на сегодняшний день. Зара Аноманова обращает внимание всех, кто желает оформить, но еще не подал документы на назначение субсидий на нюансах. Если стоимость услуг, всех жилищно-коммунальных услуг в пределах норм потребления не превышает 10% дохода, тогда это семейно назначается субсидия в виде разницы. Стоимость услуг минус 10% дохода и разница это субсидии. Если 10% или 15% среднемесячных дохода семьи превышают стоимость услуг, тогда эта семья в субсидии отказывается. Это обычный арифметический расчет. Мы не отказываем на назначение субсидии мужу, жене, если они прописаны и зарегистрированы в разных домовладениях или квартирах. Но в таком случае субсидии назначаются только на 21 квадратный метр жилой площади. Дополнительно 10,5 квадратных метров на семью в этом случае уже не субсидируются. Функции специалистов, принимающих заявления и назначающих субсидии в управлении строго разграничены. В одном секторе принимают заявления, в другом ведут их обработку и принимают решения, в третьем ведут контроль за назначением. Работы хватает, но она построена так, чтобы не создавать длинных очередей и не заставлять людей нервничать, ожидая назначения субсидии. На сегодняшний день, начиная с октября этого года, к нам поступило около 4 тысяч заявлений на назначение субсидии. Но хочу сказать, что прием у нас осуществляется в трех районах города, поэтому это исключает огромные очереди. Прием у нас осуществляется по записи, люди записываются в удобное для них время и приходят нам на прием. Да, бывают очереди, но они незначительные и непродолжительные. Уже у нас назначено более 2 тысяч субсидий по данным заявлениям. Остальные находятся в работе, и мне хочется, пользуясь случаем, успокоить всех керчан, которые сдали заявление, и беспокоиться о том, когда они получат документы. Документы, или мы называем это уведомлением о назначении, либо в отказе о назначении субсидии, получат все, кто к нам обратился. Единственное, что, конечно, нужно понимать, что в той ситуации, что за полтора месяца мы приняли уже 4 тысячи заявлений, кроме тех заявлений, которые нам поступают на различные виды пособий, конечно, будем стараться, чтобы не было задержек, но хочу успокоить всех, что все будут с уведомлениями о субсидиях. Ольга Лукьянова, Сергей Тараненко, Новости дня.